МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эпидемиологическую ситуацию в Беларуси и меры по борьбе с коронавирусом обмерковали сегодня у Палацы незалежности. До разговора Александра Лукашенко подключил не только керующих особ администрации президента, Совета обеспеки, Министерства хов и здоровья, але и урачев-практиков, эпидемиологов и вирусологов. У тебя перешней ситуации важно зарабить прогнозы на найближайший час и выпрацовать докладный план дейню. Президент дарушил зарабить усек, чтобы наши граждане смогли оказаться дома уже в самый найближайший час. Несмотря на некую критику с моей стороны, и я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который будет на руку кому-то, а кому-то и во время. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить и с той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует. Наблюдая за тем, что происходит, ну а цивилизованный мир нашей планеты, цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел. Там уже и политики начинают советы давать, используют в своих интересах эти все процессы, ну в зависимости от того, что в какой конкретной стране происходит. Поэтому я вот этого боюсь, чтобы мы не навредили этим коронавирусам. Но польза, несомненно, есть. В чем заключается эта польза? Прежде всего в том, что мы встряхнули систему здравоохранения. Особенно эпидемиологи, вирусологи, о которых мы вообще забыли. Да подумаешь, нет таких сегодня проблем в мире. Да хорошо, что мы сохранили эту еще систему с советских времен и не угробили вас. А так мы людей лечим-лечим, а что там эпидемиологическая обстановка? Да ничего страшного. А вот этот психоз, он нас заставил как-то встряхнуться и в этом направлении поработать. Протягивается активное надзирание за усіми громадянами, які прибыли из небеспечных по эпидемии краин. Створены необходимые запас леков, оховных костюмов и сродков индивидуальной оховы, как и очиных тест-систем на вызначение инфекции достатково. До темы профилактичных мер супрать коронавируса мы еще вернемся, а зараз до инших новинов. Старшиня Гомельского облвыконкам о праве уходниках промой телефонной линии – прием громадян, при чем люди не только огучивали уластные проблемы, але и выказывали коллективные просьбы. Наши корреспонденты с потребностями. Многие пытания, огученные подчас промой телефонной линии, выращаются оперативно. По доручении старшиней облвыконкама на место выезжают специалисты, які удокладняють усі нюансы. Больш складанами з'являются проблемы, які потребуют значных финансовых укладанню. На пытання, який объект сёння необходны хойникам, шмат хто з гараджан отказывая – бассейн. І приводять на корысть гэтай думки свае доводы. Наша Чернобыльская зона, а наши деці – больные с калиозом, астехандрозом. Это первое лечение, это бассейн. Махчымой крыницей необходных для будавництва сродков може стаць державная чернобыльская программа. Зараз у ее рамках у хойниках ведется капитальный рамонт хирургічного корпуса центральной районной больницы. Што тышится бассейна, то он може быть унесены у новую программу, реализация, якую пашнется у наступном годзе. Старшиня облвыконкамы згодны. Гэтый объект тут саправды патрэбны. Але побудавать яго хутка немахчыма. Будем решать. Я всегда стараюсь, свои слова держать. Все будет зависеть от сметной стоимости. Мы прекрасно понимаем, что деньги. Мы смотрим с аккумулиром что-то. Представник селянской фермерской господарки Игорь Праказу пришел до старшиня облвыконкамы с просьбой об допомозе у ворошенні некольких питаньев, объединенных одной темой – поширения вытворчасти. Причем размовы идет не только об выделении земли для корма на рыхтоке, але и развитие у промысловых масштабах овечка гадоли. Для Гомельской области это относно новый вид деянности. Планируем пока проехать в Ленинградскую область к нашему земляку, который вывел свою породу котумскую мясного направления, побыть у него, посмотреть. Мы договорились с ним на встречу, хотя у него заявки на оцематку на два года вперед. Стоимость тоже приличная их. Поэтому думаю, что мы все равно уговорим его, и пару десятков мы туда привезем, конечно, овец. Ну и дальнейшее будем развивать. Размова с Игорем Праказовым протягивается больше, как полгодины. Выделение кредитных ресурсов для набитя горучих смазочных материалов и минеральных удобрений. Допомога у набитки техники. Такая махчимость предуглеживается Державной Чернобыльской программой. Хоть только фермерскими справами размова не обмежовывается. Неколи наведовольник узначальвал у Хойнинском районе сельско-господарский комплекс и ему и ось чем поделиться с губернатором. У свою чергу у Геннадия Соловья и ось пропановый. Помощи мы гарантируем. Но разбазаривать государственные деньги по частному бизнесу я не хочу. Я вам скажу честно. За их мне не придется отвечать. Если у вас будет колхоз, который вы возьмете... Вы проверяете, если мы технику купили в лизинг, у нас ежегодно... Металлизинг это одна тема. А я имею в виду, вот шруб, сегодня мы шрубу все подставляем плечом в пределах разумного. Он сегодня дает 30 литров на корову. Зарплата 1300. Нормально. Я первый раз на таких приемах после длительных различных времени. Мне понравилось. Общение с губернатором, я скажу, что продуктивно, по толку и так. Мне практически почти все вопросы мои удовлетворены. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания Гомель, Схойников. День памяти и смутку. 76 годов тому, а маль 33 с половой тысячи человек были вызволены за зарыцких лагеров смерти. Аж околе 17 тысяч, этого не дошакались, а были забитые, те померли от хвороб, холоду и голоду. Лагеры створили на пошатку Саковика с 44 года в былом Дамановицком районе. А зараз это территория Калинковицкого, Светлогорского и Октябрьского районов. У лагер Прымысова согнали с больше 200 белорусских вёсок, каля 50 тысяч жанчин, старых и детей. Вязня у фашисты трымали у заболоченной лесной мясовости, огороженной колюшим дротом. Подыходы были заминированные. Нияких побудов на территории лагеров не было. Люди знаходилися на голой земле. Вязня умарыли голодом, не дозволяли разводить вогниши, и они были вымушены пить болотную воду. Сярод людей гитлеровцы разместили хворых на тыв. Гэта робили, как эпидемия большхутка расповсюживалася сярод мирного насильництва и в родах 65-й армии, якая наступала на Полессе. 19-го соковика советские войски вызволили вязня у азарыцких лагеров. Гомельский дом обыдавнейший комбинат выкон вайбуйный заказ по выроби и монтаже элементов композиции мемориального комплекса вёссы Алла Светлогорского района. Сегодня работы ведутся одночасово на предприемстве и на территории спаленной вёске. Наши корреспонденты наведали предприемство. Выроб элементов композиции мемориального комплекса на Гомельском домобудовничем комбинате начали на початку соковика. Основную вытворчусть при этом не спыняли, знайшли махчимость проводить работы параллельно. После отримания документов от архитекторов их адаптовали под техничной махчимостью предприемства. Значных корректив при этом не уносили. На ведвольнике мемориала убачить его практично в таком выгляде, как задумали распроцовщики. Выроб бетонных элементов почали у первой дни соковика. Три дня уходит на разработку документации и на изготовление оснастки. Металлической оснастки мы изготавливать не выскрываем, но с применением финской фанеры. Любой заказ выполняем. Заказ с водой, конечно же, выручаемся. Сегодня над выробом элементов композиции на Гомельском домобудовничем комбинате працуют 35 человек. Еще 40 заняты на территории былой вёски. С повеличением объёма работ штат будовников поширится. По приблизных подликах необходимо будет смонтировать бетонные элементы композиции огульной вагой каля тысячи тонн. В ближайший понеделок к вёску накируются так само специалисты-отделочники. На заводе работы плануется завершить до конца соковика. На территории мемориала напередані 75-й годовинной перемоги. Чтобы подчеркнуть монументальность данного объекта, а в построечных условиях уже работы з декоративными материалами. Это будет мрамор, это будет декоративная брусчатка, это будут современные составы, позволяющие имитировать дерево, имитировать тот же мрамор и добиться архитектурной выразительности, исходя из задумки архитекторов и проекта. Олег Синцеров, Евгений Кухаронок, Евгений Макенко, телерадо и компания «Гомель». Мобильная группа «Гомельская гарвоконка» протягивает мониторинг предприемства у города. Сегодня она наведала химичный завод. На жаль, подстава для этого оказалась сумной. В минулом месяце на предприемстве загинул работник. Разом с членами мобильной группы на вытворчасти побывали и наши корреспонденты. Гомельский химичный завод – предприемство особливое. Тут есть небеспечные вытворчасти, а тому работа мобильной группы начинается за знамение с правилами техники безопасности. Плюс отримание сродков оховы, без их находжения на территории немогчима. Тут у вогу лишь мать правил, которые необходимо заховывать. С этой нагоды для работников распрацовали так званую карточную систему. У каждого работника есть три талона. Если есть нарушения, изымается сначала первый, второй, потом третий талон. В основном нарушения связаны с курением в неустановленных местах, либо неприменение средств индивидуальной защиты. Третий талон, если изымается, то ставится вопрос о целесообразности дальнейшей работы данного работника на предприятии. Порушать дисциплину на химзаводе не спробуют. Середняя зарплата у полторы тысячи рублей и социальный пакет, медстраховка и додатковое пенсийное страхование с фонду предприемства – такие умовы створены далеко не на кожные в творчестве. Нейких значных заувах члены мобильной группы не выказывают. Это так само достатково редкий выник мониторингу. Что тычется нечастного выпадку, який отбылся на химзаводе 24 лютого, то следство по им протягивается и кончатковые выники робить по куль нельга. Кали мерковать по видеозапису, супрацовник грубо порушил правилы техники безопасности. И еще один факт, на который звертаю увагу керавник мобильной группы Александр Ключинский. Больше, как полового загинувших на вытворчестве, люди во взрослых прикладно 50 годов, которые отпрацовали на одном месте не один десяток годов. С этой категорией населения должна быть отдельная, значит, проводится работа, дополнительные разъяснения, значит, возможно, что индивидуально как-то объяснять, но вопрос надо объяснять, потому что количество лиц, значит, по вине которых самих произошло, постоянно растет. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Явген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». При бессимптомном и нетяжком тяжении захворывания на коронавирус организм справляется с ним сам. Про это у интервью газете «Медицинский вестник» поведомил колонны позаштатный инфекционист Министерства ховы здоровья профессор Игорь Карпов, поведомляя Белта. Специалист рассказал про особенности коронавирусной инфекции у тем лику об клиничных симптомах. Коли при гриппе захворывание починается с заложенности носа, головного болю, то при коронавирусе перш за все повеличивается температура, з'является кашель. Специалист перелечил факторы и риски тяжкого тяжения захворывания. Узрос старший за 60 годов, сурвезные сподорожные патологии, ишемичная хвороба сердца, артериальная гипертензия, цукровый диабет, хроничная обструктивная хвороба легких, онкология. Дети хворают на коронавирусную инфекцию не ради, а ле лягчей. Самые дейсные меры профилактики заключаются в обмежевании перемещений и контактов. Вельми важно часто мыть руки. По оперативных дадзинах, предметы коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси мают 9 человек. У 37 меня ма проявлению. 6 человек после заражения поправились. Державные аптеки, а их в регионе Полова, регулярно забеспечиваются шматрозовыми масками и сродками для дезинфекции. Об этом журналистам рассказала генеральный директор Гомельского предприемства «Фармация» Людмила Сапега. Перевага марлевых масок в максимальности неоднократного использования. Менять их нужно не радеть, чем раз в три годины. А если маска станет вилготной, то сразу. Медики утверждают, что для здорового человека навод уперед эпидемии носить ее не обовязково. Боя дробных частинок вирусу она не вырытая. А вось хворым, каб не расповсюдживать инфекции, рекомендуется. На сегодня создан достаточный запас масок медицинских марлевых, многоразовых, которые присутствуют в каждой аптеке государственной формы собственности и реализуются населению. Конечно же, маски медицинские не являются первой необходимостью в данном случае, но тем не менее мы, конечно, обеспечиваем их наличие, постоянное наличие в аптечных организациях. Неснижаемый запас создан также на областном аптечном складе, который позволит обеспечить наше население по потребности. Дарыши зарабить с рода каховы можно и самостойно. Марлевая маска повинна складаться не меньше, как четырех слоев. После выкористания ей треба положить в полиэтиленовый пакет, альбо одразу замашить на годину в двухпроцентном мыльном растворе. 100 граммов мыла на 2 литра воды. Прокипятить 15 хвилин, прополоскать, высушить и прогладить с двух боков. Короткевич, Гоголь, Лондон, Дюма. Звыше 300 книг, переважно Мастацких, сенья отримала Климовская библиотека. Такий подарунок читачам зарабил депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Игорь Завалей. Марина Джалая доведалась, о чем я еще мая потреба библиотека, якая, благодаря необыяким людям, поступово одновляет свой литературный фонд после пожара. Любовь Дубоделова – одна из самых пожилых наведывальниц Климовской библиотеки. У своих 90-х годов она обладает, что ни дня не может прожить без книги. Выключение – дачный сезон. Жанжина перечитала тысячи романов о повести, рассказах и вельми радуется, что библиотека пополнилась новой литературой. И хоть больше этих – это знаемая классика, читать будет за довольнением. Я читала с самого детства, еще когда керосина не было и света не было, ставили газовочку такую в бутылочки, я, чтобы родители не ругали за то, что керосин порчу, ставила в печурку, в печах у русских есть печурки такие, в печурку, газовочку ставила и читала. И читаю до сих пор. Звучит 300 книг, якими пополнился фонд Климовской библиотеки, уластная литература родных Игра Заваляя. И он ведал, что установа оказалась у непростым становящей, мая потребу укомплектования. И выказал жадание принять удел у этой доброй справе. Когда я это все узнал, я начал сразу думать, где надо взять книги, я думаю, ну хотя бы штук 30-40 насобирать. Когда позвонил по своим близким родственникам, и они начали открывать свои шкафы, они нашли более 300 книг. И сегодня эти книги мы в такой неформальной обстановке передадим этой библиотеке. Я уверен, что каждый из них найдет своего, скажем так, аматора, которому она понравится. Чытачи Климовской библиотеки – это около 750 человек. Самому маленькому – 5, старейшему – 95. Причем книгу могут принести додому, коли стан здоровья не дозволяя пройти самостоянно. А кроме того, тут за все дозбираются дети. Для их, а кроме интересной литературы, есть множество настольных гульнов. Вовле не бывает дня, чтобы в библиотеку не завитали маленькие дорослые, которые отдают переводку не электронным, а справедливым книгам. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель» из Гомельского района. Это и другие новины. Информацию о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершены. Всего доброго и до встречи в эфире. Светлогорский велосипедист, который двигался по краю лесополосы, едва не сбил автомобиль в полете. Иномарка на высокой скорости промчалась мимо. Ударившийся бордюр подлетела, как на трамплине, и приземлила среди деревьев. Повезло, что там оказался молодой лес. А мимо крепкой сосны автомобиль проскочил в нескольких сантиметрах. По словам очевидцев, можно предположить, что в том числе того самого необычайно везучего велосипедиста в салоне пахло алкоголем. Проверку проводит ГАИ. В Гомеле начался суд над мужчиной, которого обвиняют в убийстве родного брата. Его, по версии следствия, он задушил, а затем расчленил и выбросил в озеро Останки. Обвиняемый вину признают полностью, но объясняют, что совершенные им преступления – результат накопленных обид, а также своеобразная защита от нападок младшего брата. Напомним, нашли тело пропавшего 8 октября в водоеме микрорайона Сельмашевский. В Реческом районе на трассе автомобиль сбил рысь. Фото появилось в сети интернет. Инцидент произошел 18 марта примерно в 12 часов дня на трассе М-10 недалеко от поселка Заречья. Дикая кошка выскочила прямо под колеса. Животное погибло. Одного спасли, другой отравился продуктами горения. В Мозырском районе на пожаре пострадала семья. Сына вытащили из огня соседи, а мать не смогли из-за сильного задымления. Пожар случился в деревне Слобода. Загорелся деревянный дом. Первого сгорания заметил сосед и поспешил на помощь. Мужчина вошел в дом, увидел на полу в коридоре своего односельчанина и вытащил его на свежий воздух. Вернулся, чтобы проверить остальные комнаты, но зайти в них не смог, так как дом был полон едкого дыма. Впоследствии это сделали спасатели. В ходе разведки в одной из комнат они обнаружили мать пострадавшего. Пенсионерка не подавала признаков жизни. Спасенного уже мужчину доставили в больницу. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В регионе стали гореть лес и трава. За последние сутки три возгорания кустарниковой растительности и один лесной пожар. Спасатели активно мониторят обстановку и работают на предупреждение пожаров. Так, накануне ими был обнаружен мужчина, который поджег траву около лесонасаждений. МЧС напоминает, такой метод очистки территории наносит вред экологии. За выжигание сухой травы и растительности предусмотрены штрафы. Это была последняя информация выпуска. Следите за происшествиями Гомельского региона вместе с де-факто и оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Интрига жива. Гомель и БНТУ Бела с очным поединком подвели черту под первым этапом чемпионата Беларуси по гонболу среди женских команд. Матч был во многом решающим, особенно для столичной команды. Поражение практически лишало БНТУ шансов на чемпионство. А вот Гомель мог при удачном для себя раскладе отмечать золотой успех. По ходу большей части первого тайма впереди были именно гомельчанки. Правда, отрыв не превышал двух голов. Гости сумели отставание отыграть и к перерыву на табло горели справедливые 14-14. На старте второй половины для гомельчанок стали проблемой оборонительные редуты соперника. Как итог, минус три к истечению десятой минуты для Гомеля. Все попытки нивелировать отставание успеха не приносили. При этом стоит отдать должное столичной молодежи. Юные гонбалистки команды Константина Шароварова, пришедшие на место выбывших по разным причинам Аксакалов, проявляли себя хорошо на обеих половинах площадки. К 20-й минуте преимущество БНТУ достигло максимума в этом поединке – четырех голов. В оставшееся время гомельчанки вспомнили, что в преддверии поединка были записными фаворитками и начали возвращаться в игру. За 30 секунд до финальной сирены они уступали всего один мяч и атаковали. Ответственность за бросок на ничью взяла на себя Екатерина Селицкая. Однако переиграть Олесю Сафонову не смогла. Гомель проигрывает дома 25-26. Этот результат оставляет вопросы чемпионе открытым. Выходили молодые девчонки, которым по 17 лет, и я скажу, что они молодцы. И Шак забила, и Даша забила. То есть то, что мы делали на тренировках, понимая, что у нас уже не так широк состав. Мы в основном их и наигрываем сейчас, очень много работаем с молодежью. Это дало свои результаты сегодня, очень за них доволен. Ну и, конечно, ветераны не подвели, просто молодцы, от начала до конца сражались. Весь матч был напряженный, поэтому тяжело играли. Не хватило где-то нас в нападении, в защите тоже, где-то вратари не помогли, где-то мы не справились с подборами. В итоге проигрыш. Второй этап чемпионата Беларуси для Гомеля начнется 11 апреля выездным матчем против городничанки. С БНТУ гомельчанки сыграют еще дважды. Между тем отменен учебно-тренировочный сбор женской гонбольной сборной. Но он должен был начаться завтра. Причина – профилактика коронавируса. Напомню, что квалификационные матчи Евро-2020 между командами Беларуси и Косово перенесены с марта на июнь. К другим темам. В областном центре на поле стадиона «Сдюшор» номер 8 гомельский локомотив и светлогорский химик провели товарищеский матч. Команды, напомню, сыграют между собой в первом туре чемпионата страны в первой лиге. Первый тайм остался за железнодорожниками. На голы Ханени и Ковалевича светлогорская команда ответила точным ударом «яхно». Сразу после перерыва Крухтанов счет сравняла. Дальше забивали исключительно игроки гомельского коллектива. Клинье, Соловей, Марков и Козловский довели счет до разгромного 6-2. Химик, в отличие от локомотива, сумевшего в межсезонье сохранить костяк команды, сейчас ведет активную селекцию. На данный момент на контракте у светлогорского клуба только 12 игроков. Пока силы хватало, мы немножко сопротивлялись, играли в футбол, выходили в атаку, бежали вперед, создавали моменты в первом тайме. Но хватило сил только на 60 минут, а потом уже. И замены у нас неравноценны на сегодняшний день. Поэтому еще трудно, но для этого такие спарты хорошие с командами, которые можно смотреть. Первый тайм такой был, скомканный. Не было того рисунка, который должен быть. Во втором тайме уже была более смысленная игра, и вследствие этого и результат. Готовимся дальше. Химик в субботу продолжит серию товарищеских поединков матчем против Речицкого спутника. Локомотив в поиске спарринг-партнера. Запланированная игра со Смоленском отменена. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.